Что на сегодня по праву считается святым граалем телевизионных технологий? 3D? Давно уже нет. Smart TV? Тоже вчерашний день. 4K? Все еще день завтрашний. А вот чего все в мире дисплеев ждали с нетерпением, веря обещаниям, что уже вот-вот. Уже сейчас так это органику. И я не про продукты без ГМО, а проорганические светодиоды, то есть OLED. Именно им уже долгое время пророчат господство на рынке телевизоров. Именно они должны положить конец засилию жидким кристаллам в этой области. И именно такой дисплей я долгое время пыталась заполучить на тест. И наконец совершилось. В компании LG услышали мои мольбы и вот он. 55 EC930V. Первая по-настоящему массовая модель телевизора на базе OLED-технологии. На самом деле это представитель второй волны OLED-телевизоров. Просто первенец, который вышел пару лет назад и обладал ценником неплохого былу автомобиля. Но пионеры технологии они такие. К счастью, в этом году за OLED-телевизор просят более-менее вменяемые деньги, а дальше все должно стать еще лучше. Но все равно перед нами пока продукт премиум класса. Это видно даже по упаковке. Сам телевизор идет в стандартной коробке, а вот аксессуары к нему упакованы в отдельный черный картонный бокс. Каждый переходничок, кабелек, пульт и все такое прочее аккуратно разложены по пронумерованным коробочкам. Шик и блеск. По-богатому смотрится и сам дисплей. Изогнутая панель, фигурный выступ с логотипом по центру и вычурная металлическая подставка листиком. Она, кстати, прикреплена к телевизору изначально. Наконец-то не надо ничего прикручивать самой, как будто я когда-нибудь что-нибудь прикручивала сама. Технология OLED позволяет создавать максимально тонкие дисплеи, почти такие же тонкие, как я. И этим в LG не применули воспользоваться. Толщина корпуса в большей его части составляет всего 5 миллиметров. Это тоньше, чем мой, сами знаете, какой смартфон. Правда, сзади по центру на худышке дисплея висит такой себе рюкзачок. Выступающая часть, в которой спрятана вся электроника, колонки и разъемы. Прикрыто все это черным глянцевым пластиком. Выглядит все это неплохо, но у меня есть идея. Почему бы не отказаться от изгиба и не вынести электронику в отдельный блок? Тогда бы плоскую OLED-панель толщины в тетрадку может было бы повесить на стену, как картину. Смотрелось бы, наверное, нереально. Дизайнер LG. Дарю концепт. Деньги мне не нужны. Только слава. А пока вся тонкость матрицы нивелируется горбом, выступающей нижней ножкой и блоком с разъемами. Их тут, кстати, достаточно. Сбоку 3 USB, 3 HDMI и наушники, наконец-то на своем месте. Снизу еще один HDMI, два антенных гнезда, аналоговые входы, оптический аудиовыход и сетевой порт. Есть в телевизоре и Wi-Fi, само собой разумеется. Подключив все кабели, их можно красивенько спрятать заглушкой из коробочки под номером 6. Шнур питания, как всегда, несъемный и коротковатый, полтора метра. К коробке к телевизору предлагается два пульта. Один невзрачный, стандартный, который можно не доставать, а второй Magic Motion. Это не последняя его ревизия из новой леники ЖК телевизоров LG, а предыдущая. Тут кнопочек поменьше, но все равно пользоваться им удобно за счет геоскопического сенсора. Правда, с таким глянцевым корпусом пульт можно смело прикладывать к документам на получение шенгенской визы, и уже очень он хорошо собирает отпечатки пальцев. Этот телек появился в продаже на рубеже нового года и поэтому не успел получить вторую версию смарт-платформы на базе веб-ос, здесь все еще первая. Визуально отличий от последней версии немного. Нет панели быстрых настроек, пункта любимых каналов, магазин выглядит по-другому и еще кое-что по мелочи. А вот и в работе различия есть. Во-первых, в интерфейсе заметны подтормаживания, и веб-браузер работает не так стабильно. Компания обещает, что до конца года телевизор получит обновление до веб-ос 2.0, так что есть шанс, что ситуация исправится. Если же вы человек терпеливый, то можете пробежаться по настройкам. Тут все стандартно хорошо. Десятки параметров изображения и звука, некоторые из которых даже, как мне кажется, остались в наследство и уже не актуальны. Ну а теперь о самом главном. Почему OLED и чем он так хорош? Панель такого телевизора состоит из крохотных светодиодиков, которые начинают светиться при подаче на них электричества. Каждая точка изображения в результате имеет свою собственную подсветку, в отличие от ЖК-технологии, где за матрицей стоит целая система ламп или диодов, излучение которых проникает сквозь межпиксельную решетку и дает все эти засветы и сероватость. В случае же с OLED каждый пиксель можно индивидуально погасить, что дает абсолютно черный цвет и, как следствие, умопомрачительный контраст. Этим органические диоды напоминают плазменные ячейки, но у тех все же было некое холостое свечение, да и по яркости OLED обходит плазму в разы. Но как же такой идеальный в теории дисплей ведет себя на практике? Посмотрим. Что сразу замечаешь по включению, достаточно заметную вблизи пиксельную решетку, ведь перед нами всего лишь Full HD панель на 55-дюймовой диагонали. Знаю-знаю, нас разбаловали 4К телевизорами, но когда покупаешь ультимативный дисплей, хочется, чтобы все было по максимуму. Ну да ладно, ведь OLED дисплей с Ultra HD разрешением уже выпущены и едут на наш рынок, но приготовьте полидоу, цены вам доступными скорее всего не покажутся. Но если перестать искать придирки и начать смотреть на 930V, то сразу понимаешь, почему стоило так долго ждать OLED. Картинка невероятно глубокая и объемная, черный абсолютно идеальный, яркости с лихвой. Контрастность изображения настолько потрясающая, что теперь маркетологи могут с чистой совестью писать про свои 100 миллионов к одному. Это наконец-то стало правдой. По качеству изображения этот телевизор оставляет далеко позади практически любые LED дисплеи и старые референсные плазмы. Честно, картинка этого телевизора на хорошем источнике способна завораживать и первые минуты кажется, что вот он идеал и лучше быть не может. Но справедливости ради отмечу пару мелких «но». Во-первых, по умолчанию цветопередача хоть и сочная, но чуть холодновато и слегка отдает синевой. Но это легко поправить калибровкой или просто выбрав установку теплой палитры в меню. Во-вторых, если засветов у панели не может быть в принципе, то с равномерностью цветопередачи не все так хорошо, что видно на серой заливке. Есть некоторые цветные окрасы, впрочем, этого в жизни не видно. Благодаря тому, что органические светодиоды светят во всех направлениях, угол обзора тут практически неограниченный, и по этому параметру любой ЖК-телевизор тихо плачет в сторонке. Но ирония заключается в том, что на практике смотреть под углом больше 30 градусов не очень комфортно из-за искажений геометрии у изогнутого экрана. Общая детальность с обязательной уже на сегодня оговоркой, как для Full HD, отличная. 930V не злоупотребляет постобработкой видео, сохраняя все нюансы, даже в глубоких тенях. Динамические сцены OLED-телевизор передает умело. В целом тут минимум отличий с хорошими LED-моделями и сильного прогресса нет. В динамике разрешение падает до строк 400-500, как у всех. Система True Motion может помочь повысить четкость в таких моментах, но на предустановленных режимах кино выглядит как репортаж. Поэтому лучше вручную выставить параметры на двоечку-троечку. Не забыто именно страдальное 3D. Тут применяется такая же стандартная пассивная трехмерная технология, как и во всех телевизорах LG. Куча очков в комплекте, супер яркая картинка, отсутствие перекрестанных помех и мерцания, и как раз плата за все это чуть более низкое горизонтальное разрешение. Итоги подведем. Другие компании пока еще не могут наладить выпуск OLED-дисплеев, а некоторые уже успели попробовать и уйти с рынка, так что пока LG остается единственным производителем на сегодня, таких телевизоров и альтернатив просто нет. Определяющим минусом этого телевизора стал его выход в межсезонье, между основными линейками 2014 и 2015 годов. В результате он оснащен первой версией WebOS и не поддерживает разрешение 4К. Остальные огрехи настолько мелкие, что про них можно и забыть. Да и все это перекрывается качеством картинки, которую предоставляют органические светодиоды, и ничего подобного вы, скорее всего, не видели. Так что если вас интересует исключительно эталонное изображение, берите и не сомневайтесь. Если же вы чувствуете, что вас засмеют, узнав, сколько вы отдали за даже не 4К телек, ждите Ultra HD варианта. А вот чего ждать не нужно, так это для того, чтобы подписаться на наш канал и поставить лайк.